Александра Владимировна, мы с вами столько ли знаем друг друга, что просто я даже пыталась вспомнить вчера сколько и не могу вспомнить. Мы еще очень молоды, чтобы так долго считать. Знаете, еще в 94-м году есть такой умный человек Александр Пасхавер, его все знают. Да, да. И когда я ему сказала, ну почему журналистам ничего не надо, никакие законы, я готовлю молодой депутат, да, а все время пишут только гадости, сфотографировать где-то с сигареткой. А он мне ответил просто уникальные слова. Шурочка, если вы просыпаетесь утром и про вас не написано никакой гадости, обратите внимание, что вы в этой жизни ничего не значите. И, Наташа, по всей жизни я потом видела, только человек становился на какую-то позицию, не пост даже, не должность, которая влияла, могла влиять или влезла на больную мазель. Обязательно появлялось то, что появляется. Мы дома воспринимаем это все с юмором, с смехом, потому что мой муж, который кроме собственной декларации в самолете ничего не заполнял, главный контрабандист страны. А, он еще у меня... А я думала о другом человеке, оказывается, это ваш муж. А, вы вот не знали, да. А оказывается, у меня муж хронический алкоголик, который уже 20 лет не пил. Это я читала. Так он даже пиво не пьет. Это я читала, да. К сожалению, я пью. Что он из манерного мужа. Я пью пиво и виски, да, а вот муж не пьет. Вот вы можете представить, 20 лет хронический алкоголик. И вот все это такое. Я хочу вам сказать, что это как раз говорит о том, что с политиками такого уже ранга, как я, по возрасту, такими вещами не играют. Значит, какой костью я стою, когда я говорю о трансферном ценообразовании, когда я говорю о том, что воруются деньги до бюджета, и меня уже успокаивают мои коллеги депутаты. Видишь, вот как на тебя прореагировали. Теперь этот человек завозит все и платит до бюджета. То есть я четко даже заметила, Наталья, вот я даю какую-то информацию, интервью или пишу сама в Фейсбуке. Буквально день-два идет реакция или премьера, или президента. Я говорю о том, что Богатырева закупила лекарства в три раза дороже, чем они в Европе. Ну, Саша, мне трудно представить себе, что премьера или президент читают Фейсбук. А им нет. Кладут на стол распечатки. Конечно, конечно, они не читают Фейсбук. Я даже знаю, некоторые депутаты приходят и читают до сих пор распечатки. Они читают, я им показываю, насколько это удобнее. Но есть люди, которые могут что угодно говорить, но их не слышат. Хорошо. А есть кому верят? Мы к этому вернемся. У меня любимая тема, вот не знаю, кому за что, а я за рыбу грошью. Я люблю с вами говорить о мужчинах. Ну, как оно, свойственно, наверное, две женщины, кому бы не обмыть кости. Вам повезло, потому что вас все время окружали мужчины, которые что-то значили в этой жизни. На разных этапах разные мужчины. Я, можно поправлю, Наташа? Не мне повезло, им повезло, что я была возле них, и они поэтому что-то значили. Я так считаю. Да, возможно, это и так. Меня, например, очень как-то так удивила и повеселила, например, новость из текшей недели о том, что бывший пресс-секретарь Ющенко и телеведущая Ирина Ванникова стала во главе политсил нашей Украины. Я не помню, кто, по-моему, Евгений Магда, журналист, у себя в Фейсбуке написал, может быть, я путаю, но, по-моему, уже не написал. Вот вы бы эту новость отнесли к разряду политических или светских? Так, Александра Владимировна, вам эта новость кажется какой? Из какого разряда? Из разряда абсолютно новостей, ну, наверное, то, чего я не читаю в жёлтую прессу. Я вам сейчас объясню, почему. Есть мужчины такие, да даже не мужчины, вообще, правильно искать, Наташ, есть мы женщины. Женщины, которые, вот как сказано в этой песне, я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. И вот мужики, которые попадают в эту точку, которую мы лепим, мы возносим, мы носим, мы делаем, они к этому так привыкают, что в конечном итоге женщин, которые всё это вокруг него делают, они не считают даже командой. А вы заметили, что, извините, что я перебиваю, что вокруг некоторых мужчин почти нет женщин. Вот скажем, вокруг Азарова не вьётся хоровод женщин, которые, так сказать, являются из такого обслуживающего пула. Не знаете вы, я не согласна с вами. А возможно, они информированы просто, есть, да? Просто есть категория, нету ни одного политика, у которой нету тех женщин, которые их делают. Это вот я вам точно говорю. То есть назовём их фаворитки, это правильно, если бы мы назвали? Нет, нет, я бы назвала, что это мозг. Потому что эти женщины... А кто же был мозгом Ющенко? Ирина Ванникова, Валентина Руденко, Екатерина Ющенко. Нет. Кто? Вера Лукьянченко. Ага, даже так? Ульянченко, Вера Ульянченко. Она очень много для него сделала. И, в принципе, то, что его сейчас не трогают, это тоже Вера. Но она такая была очень договорная. Она была ему страшно преданная. И когда он её сдал на съезде легче, чем мы с вами можем поменять какой-то гардероб, потому что всегда очень жалко, думаешь, нет, вот, ну, страшно, мне эта ещё вещь нужна. Он безболезненно отказался, когда кто-то попытался свести с ней счёты именно за ту её позицию, которой она всегда грудью его закрывала. И есть такие у Азарова, есть такие у Януковича, есть такие у каждого политика, даже любого звена, потому что... Об этом мы поговорим. Они не любят рядом их ставить начальниками. Они дают им самые небольшие именно должности только для того, чтобы они никогда не задумывались даже, что они могут встать вровень, но чтобы они ещё более показывали свою преданность. А что означало этот жест всё же? Ирина Ванникова возглавила политсилы. Как можно... Вы знаете, это мне напомнило фильм «Гараж». Чем вы занимаетесь? С сатирой. Вам повезло, вы занимаетесь тем, чего нет. Ну, по-моему, наша Украина как политсилы больше не существует. Ну, это было ясно до того. Или у меня какая-то другая информация. Зачем становиться во главе нашей Украины? С какой целью? Я сейчас вам объясню. На самом деле, когда нет проекта, нет финансирования, тогда есть два варианта. Либо, если ты интересный политик, тебя всё равно перетянут в другое, чего нельзя сказать об Ирине Ванниковой. Она, в общем-то, как и не журналист, и не как политик уже сейчас осталась. Я не помню, чтобы Ирина Ванникова занималась политикой. Да. Ну, нет. Она последнее время, вот последний особенно год, она очень активно кидалась в моментах именно защищать Ющенко, когда говорили о его предательстве. То есть она пыталась очень много... Ну, разве это называется заниматься политикой? Ну, она входила в политический вопрос, и чего её не касалось, как пресс-секретаря. Она говорила о том, насколько он порядочный, насколько он любит Украину, насколько все его оболгали. То есть она брала на себя те вещи, которые не берёт пресс-секретарь, да, а берёт правая-левая рука в партии. На сегодняшний момент они прекрасно знают, что любое политическое объединение не надо хоронить, чего, например, неправильно сделать, и гибко похоронив, да. Они его заморозили, и совершенно неважно, там, врага и копыта назвали, или наша Украина. То есть этот проект можно поднять, как он его поднимал на выборы в Верховный Совет Янукович, и давав возможность Ёщенко, ездил он по всем регионам Украины. Вот мы с ним встретились в Тернополе, он проводил там встречу, и 90% времени он тратил на то, чтобы обгадить Юлию Задимировну. То есть не занимался своей рекламой. И вот для этого эти проекты есть. То есть на человеческое целесообразие этот проект в каком-то смысле. Конечно. Её могли прямо взять в партию региону, но тогда она уже не смогла говорить, да. Гады. А так она вроде как бы отдельная площадка, отдельный остров, с которого можно изрыгать вот помои на оппозицию, на коллегу. А вы же какое-то время были достаточно близко. Никогда. С Ириной нет. С Ющенко? Нет, около Ющенко. Нет, не близко. Я была первым замом экономического комитета, когда Ющенко был главой Нацбанка. И поверьте, действительно, я очень много помогала и делала. Он очень подвержен влиянию женщин по своей такой психофизике мужской? Нет, вообще не подвержен. Он очень старорежимный. И вот это вот внутреннее эго старорежимное, вин-звезда, он позволял себя любить и обслуживать. То есть вот все женщины, которые вокруг него работали, пресс-секретари, помощники, безумное количество грамотных, умнейших женщин. Он никогда не чувствовал к ним благодарности. Я не думаю, что он чувствовал такую же благодарность к мужчинам. Поверьте, когда мне говорили, что Ющенко управляет Катерина, то это было не так. Я это точно знала, что его супруга не управляет им. Потому что... Гагоцентриками можно управлять, если знать их слабости. Опосредованно. Вот опосредовательно. И думаю, скорее всего, не она, а другие обученные люди. Я поняла. Я не могу не спросить о Катеринчуке, потому что, по-моему, в одном из последних интервью главкому, нашему дружественному ресурсу, с которым мы тоже дружим, публичные люди, вы сказали о том, что вы абсолютно убеждены, отвечаете за свои слова, что спонсируют Катеринчука, они олигархи. Хотя, например, я знаю два от очень информированных источников, знаю два варианта слухов. Один слух, что его спонсирует Захарченко, и второй слух о том, что его спонсирует все-таки Левочкин Сергей Владимирович. Это, так сказать, с определенной целью, как опытный средворец, он понимает, что Катеринчук вполне, так сказать, может быть удобным мэром или хотя бы, по крайней мере, тем человеком, который может сделать игру на выборах. Вы сказали, что вы знаете, кто его спонсирует. И почему мне у вас не спросить, кто? Нет, на самом деле есть вещи, которые я не могу и озвучивать, и быть носителем, потому что за них надо отвечать. Я могу сказать, что я знаю Колю. Коля мой духовный брат. Есть ли в Коле плюсы и минусы, как в каждом из нас? Мы с ним, кстати, очень долго рассуждали, кому из нас идти на мэры. И он знает о предложениях, которые мне поступали и со стороны власти, чтобы я шла как технические кандидаты. Мне готовы были, в общем-то, достаточно неплохо за это платить. Я поняла. Я отказалась. Но вы знаете, допустим, вы не будете назвать фамилии этих людей. Но так как он ваш духовный брат, то вы это знаете, фамилию людей? Пока это деньги идут не с Украины. Он вам как духовной сестре сказал? Я, во-первых, такие вещи никогда не спрашиваю. Единственное, я его спросила. Но вы же обсуждаете. Я единственное, я его сказала, что, Коля, если я хоть каким-то внутренним своим чутьем, а я все узнаю, потому что женщины в определенной степени обладают многими вещами информационными, если я узнаю, что это будет проект банковый, то... А что значит деньги не с Украины? Откуда они идут? Из Вашингтона? Очень много предложений. У него же очень хорошие контакты с европейскими партиями. И еще более двух лет назад мы с ним встречались с немцами, с представителями европейских партий, которые говорили о том, чтобы мы определились, и чтобы они считают, что они бы могли поддержать проект... Александр Владимирович, ну как европейские партии могут спонсировать выборы, которые еще не начались? Вот я не понимаю, как по документам они это делают? Они же не привозят, как мы в дипломатах, деньги. Они каким-то образом должны выделять там транши, должно быть официально. Выборов нет, выборы не объявлены. Что они спонсируют в лице Катеринчука? Я не считаю, что они не объявлены. Я думаю, что те выборы, которые ведет сейчас Катеринчук, он ведет выборы даже сейчас не для Киевля. Если бы я была на его месте, я делала бы то же самое для того, чтобы сама единая позиция определила, кто ее кандидат. Ведь когда я боролась и говорила о том, что я пойду на выборы мэра, это больше был блеф, провоцирующий, Наташа. Я провоцировала всех на то, чтобы в конечном итоге, ребята, так нельзя. Вы должны начать говорить, из кого вы выбираете мэра. Кто пойдет кандидатами? Потому что если мне там скажут, завтра мэром будет вот это, человек, мы все за него будем голосовать. Если я внутренне не согласна, не потому что мне он нравится или не нравится, а потому что я точно знаю, что он не отвечает требованиям, что он не знает государственный менеджмент, он ни разу там не работал, он не организует, завалит. Вот как я по Ющенко выходила и говорила. Ну, за что говорила? Закурила, да? Десять лет не курила, Ющенко избрали, и я знала, что будет полная... Вот то, что в эфире не произносит. И поэтому... Стою курю. Хорошо, сможет ли на этот раз оппозиция все-таки хватит у нее как какой-то внутренней решимости духовных сил и совести? Дать единого кандидата. Дать единого кандидата. Совести, главное, дать единого кандидата. Вы знаете, тут не совесть. Тут ментальность. К совести мы здесь не можем даже с вами взывать. Потому что то, что я услышала... Мы вышли с последней передачи, смотрите, Наташа. После последней передачи Савика, я была вообще просто в шоке, когда я услышала, что Герасченко начала говорить. И сейчас опять вот вчера вышло интервью Кличко о том, что все-таки в первом туре должен быть единый кандидат в президенты. О чем можно договариваться? Я не хочу больше никаких политтехнологов, чьих-то, которые нас с вами разводят как тараканов, да, для того, чтобы... Как хотят, говорит Михаил Васильевич. Я думаю, что в конечном... Вот можно относиться как угодно. Но, Наташа, у меня... Вот печатает Тимошенко статью, вы можете спросить у моего пресс-секретаря. Мы неделю об этом говорим. Вот мы говорим об одном и том же. Нельзя играть по чужим сценариям. Что такое мэр? Мы должны публично объявить. Есть два-три кандидатура. Проведите его праймерис. Ну, то есть единого кандидата не будет? Вот ваш прогноз. Ну, вот смотрите. Я не могу сказать никогда, не говори никогда. Да, я тоже не могла бы допустить, что у нас получится договориться с свободой, где мы убирали совместно кандидат. Ну, получилось же. Поэтому я бы очень посоветовала Кличко с тем, чтобы он больше чувствовал, ну, слушал себя. У него же достаточно есть опыт уже общения, там, даже по спорту. Он же знает, где аферисты, где там, кто тебе завтра будет говорить, что ты там звезда, а потом сдаст первый тебя. Поэтому в этой ситуации нужно подумать и ответить. Не просто стать мэром, а понимать, что ты можешь сделать. Чем закончилась ваша вот, я хочу спросить уже про другого мужчину. Мы все читали о том, что у вас был конфликт с одним из депутатов Киеврада, который является криминальным авторитетом, да, как вы сказали. Лищенко, по-моему... Это не я сказала, это журналисты сказали. А, журналисты написали по кличке Лича. А вы подали все-таки на него в суд? А зачем? Ну, вроде бы, как журналисты опять же писали, что вы будете писать в прокуратуру. Не, в прокуратуру мы отправили письма, потому что Гриневич Лиля, которую он ударил, оттолкнула. Она лежала в больнице с сотрясением мозга. Я-то потому его и схватила, зашила. Вы знаете, люди судимые, или криминальные авторитеты, или члены ОПГ, там, как журналисты по-разному пишут, у них у всех разная биография. Я могу сказать без сомнения. Мы сейчас вот собираемся делать спецпроект в журнале о том, сколько их есть в Верховной Раде, сколько их есть в Киевраде, сколько их есть в районных радах и так далее. Они присутствуют везде, во всех фракциях. Не будем, так сказать, скромничать. Как вы думаете, почему главы фракции допускают этих людей вот к себе в пул, да? Я думаю, допускают себе подобные. Допускают себе подобные. Ну, подожди, было, когда Юля возглавляла фракцию, были у нее братья Щерпицкие? Были. Вопрос заключается в том, либо мы не имеем информации, потому что не все имеют информацию. Не все. Вы можете взять очень чистого юриста, а потом он кого-нибудь там застрелит или что-то произойдет. Вопрос же не в этом идет. И многие... Кстати, вы на этом сайте, наверное, Кужель, на Нары, наверное, читали, что Кужель собирала дань со всех запорожских рынков и дружила с башмаками. Во-первых, когда Кужель была не депутатом или там и даже депутатом, я вообще понимания не имею в виду, что такое собрать дань, и я даже не знала, как это делается. А башмаки, по-моему, их уже закрыли, когда я пришла в политику. Группировка Башмакова, это, по-моему, крымская группировка, а не запорожская. Ну, это же не важно, что вы пишете. Поэтому вот по лечи я хотела бы, потому что мы как-то захватили весь кусок. Лечи или лечи, в общем, я не знаю. Не важно, да. Важно не в том. Важно в том, что, мне кажется, даже у мужиков по понятиям вот такое поведение шестерки не воспринимается. Когда он начал кричать, что вместо одной пуговицы я ему оторвала все, по-моему, он опустился в своем собственном мирку. его же там окружение, его это... Мне он не интересен. Он мне интересен только в другом варианте. Почему тот же господин Кличко не встал мне и не помог защитить, когда этот парень отбирал рынки? Он же практически захватил бандитским образом все рынки Киева. Ну, будучи в Киевраде, Виталий Кличко не так уж много кого вообще защитил, в принципе, скажем. По крайней мере, когда мы обращались... Для меня вообще, почему он там занимался. Я когда анализировала его голосование, он очень часто голосовал вместе с Черновецким, его фракция голосовала очень часто. А вы посмотрите, сегодня голосование очень интересное по многим депутатам. Но теперь по поводу криминала во власти. Когда была недоторганность, это мне еще было понятно. Но сейчас криминал во власти меня не удивляет вообще. Сейчас они опираются на криминал. Наташа, ну как можно удивляться, кто к кому зашел во фракцию? Я вообще не представляю, как вы напечатаете этот свой журнал с таким набором. Возьмите смотрящего по каждой области. Возьмите в Николаеве, дважды судимый. Два смотрящих. Посмотрите Запорожье. Посмотрите, кто мурчит по всей Украине. Это, если показывают вам прокурора, милиционера, у которого наколки. Наколки. Это ситуация страшная. И потом, о чем мы говорим? Какой страшный... Вот мне сегодня, гражданке Украины, какой страшнее мурчащий? Обыкновенные люди, да? Ну что такое смотрящий? Кто эти люди? Какие они функции? Какой мне человек страшнее? Я понимаю в криминальном мире, что такое смотрящий. Какой человек мне страшнее? Человек, который вор в законе? Или который называет себя политиком, министром, и он страшнее. У него нет правил. У него нет закона. Мне, извините, вот тот понятнее. И он, я понимаю, у него есть понимание своих каких-то честей, правил поведения, своего кодекса. У этих нет уже ничего. Поэтому, если... Что такое смотрящий, я вам объясню. Посмотрите, сейчас войну... Применительно к власти, к администрации. Что такое? Нет, она применима к... Применительно? Полностью применительно к региону. В каждом регионе. В Николаеве, в Одессе, в Запорожье, в Днепропетровске, в таких вот, где был бизнес. Они должны дать информацию и полностью контролировать действия губернатора, мэра, главы администрации, давать сигнал сразу. А кто в Днепропетровске смотрящий? Я не буду говорить, потому что... Почему? Ну, дело в том, что... После этого ко мне подходят депутаты Верховного Совета в зале и говорят, зачем ты сказала, что я смотрящий? Ну, просто вот... На самом деле, каждая область... Ну, хоть какую-то информацию. Вы знаете, я очень люблю, какие с депутатами... Я понимаю, не надо меня на это провоцировать, Они говорят, если кто-то, кое-где у нас тут. Я вам сейчас объясню. Я сейчас объясню, почему я не хочу говорить. Потому что, если бы у нас с вами было правовое государство, и я говорю, я вам дала информацию... Может, оно поэтому не правовое? Ну, не перебивайте. Смотрите. Поднимите мое интервью буквально три месяца назад. Я сказала, что в Запорожье смотрящий Анисимов. После этого идет серия статей грязи, что муж алкоголик, сын наркоман, я держала рынки и так далее. Прямо из Запорожья. И я понимаю, что это организовал Анисимов. Но он просто не знал, что кожу нельзя трогать, потому что накажет Бог. Теперь Анисимова уже стреляли, это не я организовала, это вот оттуда идет. И теперь Анисимова опустили так, что он уже практически не смотрящий. Вопрос заключается в том, что если бы у нас с вашими, Наташа, с вами было правовое государство, я бы после интервью имела возможность защититься в суде. Я видела в Николаеве, поедьте, вам покажут этот корабль, где сидят эти два смотрящих, с судимостями, и где, получив документы в Горсовет, чиновники бегут на этот корабль, чтобы получить согласование. Не к Круглову. А теперь поднимите и просто попросите историю. Откуда пошли самые зверские сейчас насилования, убийства и так далее? Слушайте, у вас вылезет, что это Николаев. Это не случайность. Поэтому писать про мурчащего власти сейчас даже мне не интересно, потому что вся власть мурчащая. Вся. Начиная от того, что по понятиям, а не по закону. Понимая, что можно рейдерски захватывать, понимая, что можно расстрелять, сейчас же это опять спокойно. Вот мне интересно ваше мнение по свободе. Знаете, очень много даже людей, которые настроены демократически, они как бы, они риск отрицательно относятся к политической силе Олега Тегнебока, к сожалению. Хотя, когда они шли, очень многие из этих людей проголосовали за то, чтобы они вошли. Сейчас очень многие жалеют об этом. Вы говорили в свое время о том, что вы убеждены, что эту партию инвестируют в Коломойске. И кто-то еще, я не помню, но я сейчас не буду врать и фантазировать. Что вы сегодня думаете о свободе, о Тегнебоке и о том, на чьи деньги живет эта политическая сила? Вы знаете, на чьи деньги живет меня вот вообще не интересует. Они сегодня есть членами нашей коалиции. Раз. Вы думаете, у меня нет претензий? Они есть, но я говорю их прямо в лицо. Например, я была страшно возмущена, и я подбежала к Форио, и говорю, я хотела бы объяснение. Когда мы голосовали членов Высшей Рады Юстиции, и оппозиция поддержала двух, две кандидатуры. Власенко и один представитель свободы. Я вхожу в счетную палату, в счетную комиссию при голосовании бюллетенями. Так вот, ровно 28 человек свободы, которые голосовали, было 28 стопкам, мы раскладывали по стопкам, которая проголосовала за члена свободы, и второй был член партии регионов. Даже не три птички, а две. Угу. Я такую семью не понимаю. Я не получила ответ на этот вопрос. Но вы, уважаясь, возмущена... Она говорит, а как вы посчитали? Я говорю, мы по кучкам разложили. Понимаете? Потому что... А вот наша фракция... Но у вас же есть возможность собираться, обсуждать, что это значит? С кем? Ну, например, там фракция Макевщина, и фракция Тегнебук, там... Нет, мы задали этот вопрос. Да. И на фракции задали. Мало того, что наша фракция проголосовала, как мы и обещали, да? Везде полностью количество депутатов фракции Батькевщина, и, к чести сказать, и Удара, голосовало так, как мы договаривались. Второй вопрос у меня возник, когда голосовали по трансферному ценообразованию. Тут я, конечно, вообще просто потеряла дар речи. Никакой политики, да? Вообще просто никакой. Просто хана бизнесу. Притом, хана не большому бизнесу олигарха, а среднему. То есть, чтобы мы с вами понимали, когда я говорила о том, что я сама бы стала автором закона о трансферном ценообразовании, но при условии того, чтобы олигарх не вывозил без добавленной стоимости это к себе на офшоры. И добавленную стоимость оставлял там. Понимаешь, что добавленная стоимость остается в стране. Но Свобода же действует в соответствии с противной дисциплиной. Он же как-то объясняет? Я не знаю, кто это определяет. Но могу сказать, что как бы законопроекты, которые пока у меня шли Свободовские, через мой комитет, который я возглавляю, у нас ни один не прошел. Там не было политики. Вот мы зашли в комитет, когда я попросила, у нас хоть и большинство партий регионов, я всех попросила, чтобы политику они оставляли за дверью, когда мы заходим. Потому что мы создаем бизнес-средовыщие, антимонопольное законодательство, законодательство прав потребителей. Да, вот тут политики не должно быть. Но кто-то же пишет такие законопроекты, которые там был законопроект, что если вот, например, Наталья придумала замечательный журнал «Публичные люди». И он стал, ну, вообще, самый прибыльный и вообще вот очень хороший, великолепный проект. В законе написано, если вы владеете 100% их интеллектуальной собственностью этой, то вы должны оставить себе 25, остальное продать государству. Ага, вот так? И вот такие вещи есть, которые я не понимаю, не понимаю. Но в то же время мы тесно сотрудничаем и с Ириной всех по борьбе со сланцевым газом. У меня прекрасно работает их представитель в комитете господин Кириленко. Мы ездили с ним, он одессит по рынкам. У меня гораздо больше есть желание рассказывать людям, чем мы отличаемся, чем мы лучше, чем говорить на своих коллег, с которыми мы сейчас вот так держим. Если бы нас не было троим... Скажите, ну это политическое партнерство или это бизнес-партнерство? Нет, у нас точно не бизнес. Вот я вам могу точно сказать. Яценюк и вся команда... Здесь мы играем, здесь мы селезку заворачиваем. Здесь мы так. Нет, сто раз Яценюк мне говорит, Александр, я тебя прошу, только не нападай на партнеров. Ты права. Ну как бы это нехорошо. Но сейчас есть вещи в политике, которые... Надо посмотреть, где мы больше проиграем, где мы больше выиграем. Они обладают великолепной дисциплиной. Они все пришли еще не насытившиеся борьбы. Есть тот плюс, который у них, которых нет уже в партиях. Даже вот удар молодой, но у них этого... Энергетичность. Да, у них этого нет. Но меня пугает немножко другое. Наташа, вот вы говорите, разочаровались, а я вам хочу сказать другое. Такое количество людей, которые сейчас ненавидят всех, и они хотят, чтобы били морды, они хотят, чтобы отрезали головы, они хотят, чтобы сжигали машины. Ну а что вы хотели? Вы довели страну до такой политики? Я не говорю, что бы я хотела. Я говорю, на это они получают соответствующий ответ. И поэтому когда-то папа наклеил, я помню, такую маленькую-маленькую картиночку, и там арбуз и помидор. И между собой общаются. И папа написал, ну, под этой картиночкой было написано, на каждый товар найдется свой покупатель. То есть, есть каждый, который кому-то для чего-то нужно. Если есть такая востребовательность, обязательно будет тот, кто это реализует. Естественно, я не могу сносить памятники. У нас друг, у нас, ну, как бы, Яценюк, он больше интеллектуал. Он не... Хотя, Наташа, вот при всем при этом, да, Яценюк, для меня интеллектуал, Бальцерович, но все-таки вот я его не вижу сжигающей машиной и так далее. Ну, посмотрите, последние два похода в Киевраду. Нету Кличко, нету Тегнебока. И, притом, Яценюк не на камеру, но когда Таню Черновил захватили и душили, лучше не приходя в сознание кинул. Ну, я с ним, наверное, вряд ли дрался в школе, поэтому, может быть, у него и сейчас, так сказать, поздняя проснулась активность. Я не думаю, что это просыпается. Знаете, когда они стоят вот такими рожами и попирают за... Украинский избиратель голосует... Когда-то мне, я вам, по-моему, рассказывала, когда-то мне про Тегибка сказали, две вполне образованные женщины сказали, что они голосовали за него, потому что он же такой хорошенький. Как вы полагаете, вот украинский избиратель, который голосует за... Ну, вот, не головой и даже не сердцем, а какими-то другими нижними, так сказать, органами очень часто. Вот кто является для... И, кстати, Зающенко голосовали тоже во многом женщины, потому что он был красавец. А потом еще добавилось то, что его очень жалко. Вот из этих троих мужских психотипов... Скорее всего, больше жалко даже. Да, вот из этих мужских психотипов... Сейчас все Нуковича такие избирали, говорят, слушайте, так красивый мужик же, такой здоровый. Ну, вот видите, спорно красиво очень. Да, 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 да. Представление красиво. Вот Тигнебок, Яценюк и Кличко. Как вы считаете, кто из них у женщин будет пользоваться большим успехом, как мужской психотип? Я хочу сказать, что после того, когда они нижними конечностями проголосовали за Зающенко и Януковича, наступил такой климакс мыслей этих органов. И я абсолютно уверена, что женщины перенесли нынешнюю ситуацию три года гораздо тяжелее, чем многие другие, потому что они жалели не только себя или мужей, не только себя, но и мужей и детей, что вокруг происходило. Я все-таки уверена, уверена, и в женскую мудрость я хоть и дружу больше с мужчинами, но всегда как-то получается, что я больше защищаю женщин. Они будут голосовать головой. Они будут голосовать за тех, кто сможет показать, что есть А, команда, они хотят ее знать, они не хотят больше кота в мешке, Б, что они знают, что делать, и сзади не растет вот такой вот хвост, да, с коррупцией, воровства и так далее, и В, что они готовы вот этот тяжелый период выполнить и уйти. Четовая короткую память наших избирателей, наши политики хвосты свои оставляют довольно легко и просто позади себя, они их просто сбрасывают. Я не планировала задавать вопрос о Юле, но я все-таки хочу спросить. А меня все время мучает, когда речь идет о Юле, один и тот же вопрос. Почему она за все за эти два года, которые она сидит, ни разу не дала видеоинтервью? Фактически никто из журналистов и обычных, так сказать, смертных не видел ее, да, кроме тех каких-то провокационных пленок, которые издалека, в тумане, кто-то с кем-то целуется, кто-то с кем-то перепирается и так далее. Никто не видел ни одного видеоинтервью с ней. Последнее интервью никто не видел, как она пишет рукой, ну, то есть она передавала, передает она почему-то, видимо, так хочется, Абдулинули еще кому-то только в украинскую правду. Вот я планирую задать этот вопрос из Рагиа Власенко, почему она не с одним больше в СМИ не контактирует, вот, не дает интервью. Как вот вы видели, да, и вы были с ней в камере? Наташ, что произошло? Потому что все, что вы сейчас говорили, не соответствует действительности, кроме одного. Почему? А сейчас я вам скажу. Да. За ней следило восемь камер, которые мы насчитали. Подождите. И эта съемка была утечка не один раз в интернете. То есть видели. Второе. Мы несколько раз обращались, мы хотели сделать ей подарок на день рождения. или как-то, чтобы ей позволили встретиться с журналистами. Мертво. То, что удается выносить, это еще вопрос, слава богу, что иногда удается выносить, потому что обыском подвергается не только Власенко, но и дочка Юлии Тимошенко. То, что она в курсе, у нее, к сожалению, показывают, она смотрит только Пятый канал сейчас. То у тебя и был, у тебя и нет. У нее отрезали. Она смотрит Один Пятый канал. Информацию она получает всю, все, что можно, распечатки дают, стараются доносить, читать. И интервью она получала Соня Кошкина у нее. То есть все, кто к ней обращался, она давала по возможности ответы. Кто все? Кто обращался из Жени Я обращалась много раз. Через кого? Я обращалась к ее пресс-секретарю. Я обращалась Марина Сорока пресс-секретарь Юлии Тимошенко, но она туда не заходит. Но у меня нет прямой возможности обращаться к Тимошенко. Заходит буквально три человека. Заходит Женя, заходит Власенко и Кожемякин как защитники. И когда они могут, когда не могут, когда обыскали, когда спрятали, когда принесли, это, сейчас это еще сложнее стало, потому что они сейчас стараются, чтобы встречи были вообще через стекло. Юля, почему Тимошенко стала говорить о том, что она же уже три месяца кричит отвезите ее в суд. Для чего? Она понимает, что это единственная последняя возможность публичного выступления. Ей не дают информации. Как вы думаете, ты сами-то ее выпустят? Я верующий человек и поэтому знаю одно, что ты моделируй ту ситуацию, которую ты хочешь, поэтому я считаю, что минимальное, что произойдет, это она уедет на лечение в Германию. Ну, то есть это возможно, это реально шанс. Это единственная последняя надежда для страны. Многие говорят о том, некоторые эксперты, по крайней мере, говорят о том, что если она покинет страну и уедет в Германию, то ну, как бы ее политическая карьера будет на этом завершена. Да пусть не надеются. Ну, то есть фактически тогда ее ждет судьба Березовского, судьба мигранта. Да, конечно. Да, конечно. Я вам могу сказать, что Наташ, вы были бы потрясены, если бы с ней сели поговорить. Почему? Знаете, каждый проходит испытание по-своему. Ведь она знала, что ей будут садить. еще в 2009-м и Кузьмин у нее был, и я ей говорила, информация у меня была о том, что все делается и покупаются, какие взятки на свидетелей, на все. Она не допускала. Так а в чем она изменилась? Она очень проанализировала все просчеты. Она очень много читает сейчас, она очень много по вере прочла, она очень много философии прочла, философских книг. Она абсолютно четкий план действий для страны, не себя. поверьте, когда она отдавала партию, когда она и мне говорила, что если я не выйду, да, должен Арсений идти, и ее вот там нет. Я говорю, Юля, ты за себя хоть молишься? Она говорит, я поняла, что я просить ничего не буду. Потому что я понимаю, что я сейчас не знаю, что себе надо. Я знаю, что вот, я вижу, что происходит. Нету ни грамма страха, разочарований, каких-то, какая-то такая внутренняя сила, я, Наташа, честно, я была поражена. И вот недавно заходили наши снова ребята, Пашинский, Аваков, Арсен вышел и говорит, что я вообще просто в шоке. Я ждал измученную за два года, ослабленную, при всем том, что там вот такая вот, ну да, светящаяся, худая осталась. Но характер Тимошенко извест. Нет, там не характер, там глыба внутренняя, там такая, такая сформированная абсолютная задача, сформированные, сформированные шаги, она четко знает, как, куда, если многие думают, там она не владеет информацией, там не знает, она все знает. мне ребята показывают, что у нас время, я хотела спросить хотя бы чуть-чуть о семье, но я знаю, что, если я правильно знаю, что младший, где-то я прочитала в интернете, что младший ваш Никита, он работает экспертом в Левом береге, в Левом береге, да, что там экспертирует, пишет ли он, и чем занимается старший? Очень, очень интересная работа у него, по его рассказам, но его устройство на работу началось с того, что он мне принес кассету и сказал, мам, ты должна посмотреть этот фильм и понять дальше, что ни на один на твой вопрос по моей работе я никогда тебе не дам ответ. Это был хвост, который управляет собакой. После этого я не знаю, чем занимается мой сын, я не задаю вопросов, какие он ездит в командировки и что в этих командировках он происходит. Я принимаю правила игры команды другой и уважаю выбор сына. Но то, что ему интересно и то, что Вадим Ильич... Ну, Левый берег проявляет к вам большой интерес. Ко мне нет. Я когда открыла сайт, я видела много материалов по кушам. Нет, вы знаете, даже никогда не обращала на это внимания. Нету никаких привилегий, нет. У меня есть личная симпатия к Институту Горшенину, к Вадиму Амельченко, к многим ребятам, кто там работает, но я даже очень редко бываю на конференциях, меня не приглашают. То есть никаких симпатиков, потому что сын там по другой фамилии, поэтому даже многие не знают, что он мой сын. А старший переживает сейчас очень тяжелый кризис. Восемь месяцев. Бизнес, которым он все годы занимался, это производство. Они работали на переработке отходов и подготовке брикетов для металлургии. Когда рухнула металлургия, рухнул весь бизнес. И у него сейчас врагу не пожелаешь. Он переживает то, что переживает. Он обращается к вам за советом? Конечно. Единственное, чем я могу помочь, это совет. И мне иногда бывает больно, что я так не создала ту подушку безопасности. Ему сейчас очень больно. Все его друзья почти, что уехали за границу. Многие повывозили бизнес, а у него он просто рухнул. И мне многие депутаты, которые занимаются металлургией, они мне советовали, Саша, скажи ему, пусть начинает что-то новое. Это легко сказать, если бы лежал капитал и начать что-то новое. Парень, который только занимался производством, у него сейчас такой тяжелый переходной период. Все-таки, знаете, он несет ответственность за свою жену, за троих детей и за сваху. Кто, с вашей точки зрения, это последний вопрос, будет следующим президентом Украины? Вы же много лет в политике. Что вам подсказывает ваша интуиция? И светлая голова. Женщина. Я очень хочу женщин. Я не знаю. Я абсолютно уверена, что пока светлые, вот не просто мозги... Ну и 15-й год, это же нереально. Почему? Знаете, Наташа, в 94-м, когда я была первый раз в Америке, в 1994-м, я просто услышала такую фразу, ни женщина, ни негр никогда не могут быть президентами Украины. Обама уже второй срок, и сейчас очень многие говорят о Хиллари Клинтон. Ну, то есть, в 15-м нам ждать либо женщину, либо негра. Одно из двух. Так как негры нигде не маячат. Я не знаю. Я все-таки думаю, что мы уже свой лимит маразма должны были исчерпать. Вот свой лимит маразма в политике должны исчерпать. Потому что должны прекратиться взаимная ненависть, вот эти вот взаимные преследования, а люди должны в какой-то один момент понять, что если мы не пройдем этот период очищения канализации со страны, в прямом и переносном смысле, потому что вот эти все отходы, грязи, злобы, негатива, они все крутятся вокруг нас. Хорошо бы, Александра Владимировна, ваше уста да богу в уши, как говорится. Хотя я подозреваю, что лимит маразма не исчерпаем. Не богу в уши. Вы знаете, есть много совпадений. Вы знаете, что я верующий человек. Вот когда Маргару Тэтчер хоронили, помните, ее внучка читала часть. Встаньте против врагов, опоясайтесь верой, возьмите орудием слово, оденьте щит. Самое интересное, это мой любимый кусок. Я была потрясена, что Маргарет Тэтчер его выбрала, чтобы его зачитала внучка на похоронах. Для меня это было не случайным совпадением. Вопрос заключается в том, что нам Господь и так с вами так много дал. Поедьте, Исландия, Ирландия, нет земли, сплошной вулканические породы. А люди живут, дороги, свет, бизнес. А мы в центре Европы имеем питьевую воду, пресную. Мы имеем море, мы имеем леса, мы имеем чернозек и уроды. Тогда извините, пожалуйста. Как сказал классик, есть же некоторые козлы, которые мешают нам жить. Может, я думаю, что даже не козлы. Я думаю, что пока мы внутри себя скажем, мы этого не приемлем. Вот я, мне, мне не важно, как выглядит политик. Я все время говорю, не любите нас. Вот, ну, не любите. А вот так вот контролируйте, спрашивайте, задавайте неудобные вопросы, следите за нами, а не придумайте, вы как по кочечкам скачете. Нельзя этого. Тогда мы, мы, Наташа, я не хочу, чтобы мы это оставили с вами нашим детям и внукам. Мы просто должны эту ответственность взять на себя. Мы должны идти, стучаться, объяснять людям, не говорить плохое, не говорить гадость, а говорить, что мы этого и жизни не заслужили. Мы должны быть подругами. Надеюсь, что когда-нибудь так и будет. Спасибо большое, Александр Владимирович. Спасибо большое, как всегда, за интересный разговор. Надеюсь, что некоторые ваши пророчества сегодняшние или прогнозы все-таки сбудутся. Женщина или негр, негр или женщина. Лучше бы прогноз, что мы будем в хорошей стране. Спасибо большое. Спасибо большое.